Ну и хочется начать всё-таки рассказывать об этой книжке. Это книга, первая книга из серии «Остров. Точка на карте», которая задумана была в издательстве «Август». Вот издательство «Август» — это очень интересное издательство, которому исполнилось уже 20 лет. Оно занимается изданием детских книг, изданием классических художников и классических авторов, вернее художники приглашаются, очень интересные, самые современные. И именно этим издательство отличается. И в этом издательстве Маша Вайсман, которая руководит, ей пришло в голову выпустить такую серию книг о самых отдалённых точках России. И вот первая книжка у нас получилась из этой серии «Точка на карте». Вот такой вот маленький бренд у этой книжки, будет такая марка. На которой будет обозначаться очередная точка. Очень интересная задумка, потому что следующая книжка из этой серии будет посвящена городу Билибин, в котором есть атомные электростанции. Там живут люди очень энергичные, предприимчивые, потому что там очень трудные выживания и условия очень сложные. Но, тем не менее, эта книжка очень красивая и получилась очень здорово. Её сделала выпускница Болиграфического института. И вот буквально ждём её издания. Почему получилась вот эта книжка об острове Беринга? Потому что в своё время, тоже 20 лет назад, я уехала туда жить. И поехала туда не просто так, а поехала за своим мужем-биологом, который занимался исследованием жизни эколанов и котиков на этом острове. И почему он туда попал, тоже очень понятно, потому что, будучи ещё студентом Ахатаевического факультета, он проходил практики и трёхмесячные, и шестимесячные на этом острове. И влюбился в этот край. Мы поехали туда, не задумываясь, потому что это было вообще очень всё интересно. И поскольку мы были очень романтичные, все настроенные, то вообще вопросов не было. Приехали туда сначала без детей и жили вместе с нашими друзьями, тоже биологами и тоже учёными, в половине маленького домика. И, в общем, условия были такие, которые могут... Ну, тогда нам было... Вот в таком мы домике жили, в одной его половине. Вместе тоже с семьёй учёных. Его жена... Мы их все звали Севочки, потому что фамилия у них была Севастяновая. Жена его была преподавательниц английского языка, мы очень быстро с ней подружились. И вот в этой книжке я рассказываю всё, что со мной происходило. Со мной 25-летний тогда, вообще мало чего смыслящий в жизни. И казалось тогда, что всё абсолютно по плечу. И вот эти все рассказы можно разделить на какие-то такие детские рассказы, в которых я так одушевляю животных, с которыми мы там встречаемся. И эти рассказы, они совершенно по-другому нарисованы, даже в цвете в другом. Вся книжка такая серо-голубая. А рассказы для детей, такие вот, ну, такие полусказки, они вот в таком тёплом колорете. Это всё рассказы про мышей. Мыши, которые живут почти в каждом таком деревянном доме, что они там нас вытворяли, как мы с ними существовали, как мы их полюбили, что они у нас там ели-пили, вот, и как это всё происходило. В общем, довольно всё забавно и смешно. И на самом деле я вообще художник, профессиональный художник, который никогда в жизни ничего не писал. И когда Маша мне предложила написать такую книжку, у меня первая фраза была, что, Маш, я вообще прорисовать, а не прописать. Но на что она мне так бодро ответила, вот всё, что ты мне рассказывала, пожалуйста, напиши. Ну, я недолго собиралась, просто вспомнила все свои рассказы, которыми я делилась со своими друзьями уже по возвращении состровов через шесть лет жизни там. И первые два года я вообще говорила только об островах, потому что мне казалось, что жизнь на материке, включая природу, это всё какое-то такое театральное представление, ничего не имеющее с жизнью, настоящее, реальное. Когда ты сливаешься, не просто сопротивляешься или приспосабливаешься к природе, а ты становишься её органичной частью, иначе просто невозможно выжить и вообще существовать, и жить там полноценно, не просто выжить там существовать, а полноценно жить. Ты становишься вот таким же ветром, океаном, скалами, прибоем, вот этим всем. И для того, чтобы там вот как-то, ну не просто органично, а вот я повторю, что полноценно существовать. И я там открыла художественную школу. Это было очень смешно на самом деле, как я приехала туда, и как это было всё. Потому что, когда мы только ещё туда ехали, это не близкий путь, нужно сначала долететь до Петропавловска-Камчатского, потом пересесть на большой такой трофейный пароход, теплоход, который назывался теперь Николаевск. И он идёт почти трое суток от Петропавловска-Камчатского до острова берега. Там 200 миль. Те же 200 миль до ближайшего острова, который уже американцам принадлежит. И надо вам сказать, что Камандорские острова — это Алиутская гряда. Два самых последних острова, крайних острова. Остров Беринга и остров Медный, которые включены в эту цепь Куэллийских островов. И это острова, образовавшиеся в результате землетрясений. Поэтому там регулярно происходят такие небольшие землетрясения. И за последние 100 лет острова сместились над своим Платон на целые метры в сторону юга. То есть они в постоянном движении находятся. И эти мелкие землетрясения мы на себе испытали. Тоже было очень смешно. Вот в этой книжке всё описано. Ну так вот, про открытие школы. И вот мы, перед тем, как уже сесть на теплоход Николаевск, я пошла в управление культур, тогда это так называлось, Камчатского края, и сказала, что давайте, вот у вас есть молодой специалист, и давайте открывать художественную школу. На меня посмотрели с большим вопросом и спросили вообще, девушка, вы понимаете, что для этого нужно, чтобы открыть школу? Нужно постоянное правительство, нужно выделение средств, нужно всевозможные распоряжения, чтобы это всё было утверждено. Я говорю, хорошо. Вот когда всё это будет, имейте в виду, что я у вас есть. И очень быстро, вот Маша Вайсман пришла. Я уже рассказала про твою серию, так что уже продолжаю. И я пришла и сказала, что, да, ну вот я сказала, имейте в виду, что это вот уже всё есть. И через год вышло такое постановление правительства, которое пообещало, ну то есть выпустило это распоряжение об открытии художественных школ и музыкальных в регионах Севера. И в первый год нам выделили помещение, которое раньше принадлежало церкви, построенной американцами. И мы занимали алтарную её часть. А всю остальную часть занимал Дом культуры. Я могу прерваться, чтобы дать слово Маше, чтобы она сделала свои какие-то более такие весомые. Меня слышно, да? Я, собственно, нет. Ну что я могу сказать? Я уже говорила не раз, что мы с Аленой познакомились там сколько-то лет назад. И вот все эти годы я слышу от неё какие-то... Слышала совершенно фантастические истории, которые теперь все оказались в книге. Потому что мне казалось, что жизнь в таком месте, она просто сама по себе ежедневный какой-то подвиг. И я в конце концов говорю, давай напиши и нарисуй. Напиши нам, дружок, и нарисуй. И вот дружок нарисовал и написал. Всё пусть рассказывает то, что рассказывает дальше, просваивает эту школу. Ну вот. И открыли мы школу. И вот у меня будет такая маленькая деталь, но она существенная. И говорит о многом. И поскольку это алтарная часть была, то там не было туалета. Ну а дети предполагают наличие его обязательно. И первый год мы бегали в соседние магазины, столовые. И на следующий учебный год я себе сказала, что будет ремонт в школе, и мы сделаем пристрой. А поскольку население тогда было 1200 человек на острове, то каждый знал вообще, что происходит, куда, кто пошёл, кто с чем вернётся, и через сколько. То есть всё было известно, что идёт, какой груз на всех пароходах. Сколько, сколько человек? Тогда было 1200. Сейчас 600 человек на острове. Но это я вам сейчас расскажу, почему. И тогда все знали, что идёт пароход с грузом, и там идут два розовых унитаза. И я себе решила, что один будет стоять в школе. И вот произошла разгрузка на пароходе. Я прихожу в управление, то есть нашему председателю райисполкома, и говорю, я знаю, что один унитаз ваш, а вы знаете, что второй унитаз мой. И так мы построили в школе, и в школе появился розовый унитаз. Вот мы как бы в таких условиях мы жили. И было здорово, потому что тогда существовала книга почты. И все самые такие благоприятные условия предоставлялись вот таким регионам, приравненным к северу. И поэтому я за 4 года собрала там огромную библиотеку, посвящённую искусству, истории искусства, с альбомами, со всеми делами. Кто туда ходил, в эту школу? Это были дети из интерната и местные поселковые дети. Интернатские дети – это были дети, которые были пойманы на сейнерах, убежавшие из дома, из неблагополучных семей. Это вообще, я прошу прощения, это вообще, по-моему, просто отдельная какая-то песня. Дети пойманы на сейнерах и вообще выловлены из моря. Это совершенно в Тихом океане. Это, конечно, это отдельная книга какая-то должна быть, по-моему. Ну, в общем, да. У меня сейчас такая новая структура книги выросла. И были поселковые дети домашние, дети, которых родители. Мы все дружили, было здорово. И мне тогда уже родился второй сын, он был совсем крошечный, и мы с ним туда приехали, на этот остров. Тоже это отдельное приключение, оно тоже здесь описано, как мы туда летели, как нас выгружали вот в такой вот сетке. А другого варианта и до сих пор так выгружают, потому что другого варианта высадки с пассажирского судна нет. И перегружали на такой вот плашковод маленький, который потом уже подходил. Вот такой вот плашковод, такой вот зелененький здесь, который подходил ровно к судну. Но такая выгрузка могла произойти только без шторма. В полном штиле. А когда был шторм, и вот тут у меня рассказ о том, как я отправлялась на свой декретный отпуск с малышом, со своим, и будучи беременной, и как нас в феврале перегружали вот с такого плашковод на сухогруз, потому что тогда не ходили никакие пассажирские суда. Это тоже было очень запоминающееся приключение. Я вот, например, это все читаю уже сколько раз. Я прямо вот в ужасе каждый раз, потому что беременная женщина, но еще и ребенок, которого там надо подхватить. Понимаете, дождаться волны, чтобы вот сравнялись эти борта примерно хотя бы, чтобы подхватить этих людей. И это все сейчас так же происходит. Примерно, да, да. Ничего не изменилось. Ну, и надо сказать, что сейчас оба острова, и остров Беринга, и остров Медный, введены в статус заповедника, за исключением северной его части. И там сейчас идет жуткая борьба населения, чтобы осталась эта северная часть в их пользовании, потому что коренное население Алиута, они живут за счет рыбной ловли, собирательства и охоты. И это возможно теперь для них только в северной части, вне заповедника. И поскольку это заповедная зона, то там постоянно идут исследования научными работниками, студентами, которые приезжают на летний сезон. Летний сезон начинается в июне и заканчивается в конце августа. Только в июне начинает сходить снег и начинается какая-то более-менее устойчивая плюсовая температура. Вот сейчас, например, там плюс 5, но снег еще лежит вовсю, и, в общем, холодно. Но уже начатые полевые работы, и наблюдения ведутся за коланами, котиками, сивочами, за всеми виденными птиц. Сейчас прекращен забой котиков, который был тоже бесконтрольный такой, что приводило к гибели популяции. И нельзя сказать, что это идет в какой-то разрез жизни алиотов, потому что, скорее, наоборот, потому что, например, этнографы, такие как Росгаврилова Липунова, посвятила всю свою жизнь алиотам. Это была одна из шести этнографов вообще мира, которая занималась исследованием алиотского народного творчества и их вообще всей жизни. И она сподвигла местное население на восстановление их ресурсов творческих. И попросила, чтобы местные женщины восстановили искусство плетения из травы. А это было такое тонкое искусство, что даже у нашей императрицы была сумочка для бала, сплетенная алиутами, такой тщательности. И она имела такой вид, как будто это все вышито бисером мельчайшим в серебряной такой оправе на серебряной цепочке. И вот императрица ходила с такой сумочкой на бал. Пока такого искусственного плетения еще не достигли, но как бы к этому идет все. Еще было удивительное умение вырезать из кости. Но вот по кости здорово вырезают на чукотке. И эти же умения так-то были свойственны и алиутскому населению. И они резали прекрасно из кости. Тем более, что материала для этого было много. Во время шторма с острова Врангель приносят туши моржей. На островах, на острове Беринга и на Медном не водятся моржи, но вот оттуда приносятся. И они используют бивни павших моржей. И из них тоже режут. В общем, это было просто целое отдельное направление. И оно очень здорово отличается от резьбы по кости на чукотке. Для чего они резали? Они делали украшения для своих удивительных алиутских шапок, которые были в виде таких вот клювовидных, остроконечных, выдолбленных целиком из дерева. Надо вам сказать, что на острове нет никаких деревьев. И вот такие плывны выносят во время шторма. Много, довольно много. Удивительно вообще, откуда они берутся. Но, в общем, каким-то образом океан вот так вот распоряжается и приносят во время шторма много плывнов. Мы сами его собирали, чтобы топить себе печи. Не только углем, но и дровами. Но местное население использует их для того, чтобы выдолбить себе такую шапку. Почему они ходили в таких шапках на промысел? В байдарах. Байдары были сделаны из шкур котиков. Котиков. Но они не промокали. Были очень такие... Все свойства плавочести обеспечивали благодаря этой шкоре. Свою одежду, которая теперь очень напоминает нам все наши ветровки и одеждевики, пуховики, вот это все было выполнено из промытых внутренностей тех же котиков и колонов. Да. Из длинных ее частей. Сшито вот прям такие наглохо задраенные. Оставалось только лицо. И на голову надевали вот эти такие остроклевные шапки. И силуэт этого всего вместе с байдарой получался такой какой-то очень похожий на животное. Или на птицу, или на что-то такое плавочий, может быть, такой высунувшийся из воды котик. Они очень любопытные. И защищал от солнца. Такой вот был большой клюв. И они украшались очень интересным способом. Сзади этой шапкой были длинные вот такие вот китовые уст, на которые надевались бусины, с перьями. А впереди обязательно было такое вот изображение вырезанное из кости. Или птица, или колан, в зависимости от того, на кого идут охотиться. Или вообще просто сидел человек с указующим перстом, куда надо плыть. Как бы указывал такие вот доходные места, где вот можно там поживиться удачно. В общем, все имело очень такое прикладное, утилитарное значение. Я прошу прощения, что я опять перебиваю со своими этими. для меня вообще сам факт того, что на этом острове, совершенно удаленном от материка, оказались люди, не просто вот сейчас оказались, а что там вообще туда попали алиуты, что они каким-то образом на этих своих утлых каких-то вот лодочках туда добрались, он для меня просто вообще совершенно удивительный, потому что это же все было еще до того, как Беринг туда попал. Да, вот Беринг попал туда в 1741 году. Было такое у них крушение при выгрузке. Они думали, что они пришли на Камчатку, очень радовались тому, что нашли берег. Но, к сожалению, зимовку никто не пережил. Несмотря на то, что были, ну, сами представляете, тяжелейшие условия, и Ваксель, и Стейлер проводили исследования этого острова, и все записи очень важные, которые имели географическое значение для будущих поколений, сделали Стейлер и Ваксель. Беринг там погиб, умер от Ценги, и его могила там находится, там установленный памятник, открытие было недавно. А в тот год, когда праздновалось 270-летие открытия островов, там была открыта еще такая площадка смотровая, где были установлены пушки Беринга, которые отмыли, ну, просто с течением времени вымылись из песка. И таким образом в бухтах командора его вот нашли, эти пушки подняли, они были отреставрированы московскими реставраторами, о которых тоже в этой книжке есть очень теплые слова. И теперь они лежат вот на такой смотровой площадке. Вот. Ну, что я еще хочу добавить, это наша серия «Точка на карте». Да, я сказала. Наша новая серия. Ведь издательство «Август», которому вообще-то уже 20 лет исполнилось в этом году, мы раньше выпускали исключительно русскую классику с новыми иллюстрациями, в каком-то интересном дизайне. В этом году я решила, что надо сделать какую-то новую серию, совершенно новую, не похожую ни на что, что было у нас. И меня на это сподвигли вот две, два, собственно, уже почти готовых макета. Первая книжка – это про Чукотку, про маленький городок Билибина. И вторая – вот эта вот книга, которую мы собрали. Вот. Просто мне, конечно, что я хотела? Я хотела, чтобы мы все немножко как-то вспомнили, что вот эта точка на карте – это вот такая маленькая точка, в которой есть своя какая-то удивительная жизнь. В данном случае остров Беринга мне представляется вообще каким-то уникальным совершенно явлением, потому что это совсем небольшой остров. Сколько он там в ширину? Он же длинный. В длину, да. Он не очень большой совсем, там в ширину 30 километров и в длину там где-то 80. Я могу ошибаться. Ну, понятно. В общем, это примерно на уровне, не знаю, какого-нибудь там, чего там этого самого. Ну, небольшой. Это понятно. Даже не как до Тулы, а меньше. Ну, вот пока тебя не было, я говорила, что он все время в движении, вот это тектоническое, поскольку это тектоническое образование, он за 100 лет продвинулся на метр к югу. То есть это вот такое живое совершенно такое образование. Да, это живое. Это фактически как спина кита какого-то огромного. В общем, да. То есть, в общем, сказка-то такая вполне имеющая основание. Вот. Это вообще все невероятно, конечно, интересно, потому что на таком острове ты понимаешь, как вообще все хрупко на самом деле устроено. И это верно, да. Тем более, что над островами постоянно находятся все время около пяти циклонов. И смены температур, и вообще погоды в течение дня может происходить там за 15 минут. Или очень сильный ветер, или шторм начинается с дождем, потом все моментально прекращается, потому что идет туман, потом туман опять рассеивается, начинается солнце яркое. И это вот такой вот круговорот всего вот этого. происходящего. А зимой особенно сложно, потому что там начинают... Два вида пурги существуют. Это мокрая пурга, когда летит без остановки. Мокрый снег, который облепляет вообще все, задувает и налепливает столько мокрого снега, который вообще очень тяжело потом счищается. Который сменяется потом сухой пургой. Но, как мы все знали, сухую пургу переносить гораздо проще и легче, чем мокрую. Потому что дышать во время мокрой пурги вообще практически невозможно. И вот тут у меня рассказывается как раз тот самый случай, когда во время Нового года нас замело. Наш домик, в котором мы жили, замело таким образом, что торчали только трубы. И надо было как-то откапываться. А в каждом доме есть такой вот пристрой, где снег откапывается вовнутрь. Сначала дверь открывается вовнутрь, и ты снег сначала закапываешь, откапываешь этот пристрой, потом прорубаешь себе такой тоннель, по тоннелю выходишь на свободу, а потом уже перетаскиваешь весь этот снег уже наружу. Вот таким образом мы вышли тогда наружу и пошли получать письма и посылки, которые пришли в наш адрес. И я тогда выполнила месячный план местной почте по отправке и получению посылок и писем. Потому что мне пришло 41 письмо и 11 посылок на Новый год. Это был, конечно, праздник. Мы все это перетащили, и среди этих посылок была мамина посылка с таким тортом чах-чах, который мы тут же открыли, начали пить чай. В общем, это был настоящий Новый год. Но мыши тоже не дремали. И они у нас начали тут же подворовывать все, вот все наши припасы. И мы увидели, просто все это увидели, как они это все у нас тащат, потому что они проделали себе ходы вдоль окон наших. И вот так вот одна стена этого хода была вот окно, и мы буквально в это окно наблюдали, как они тащат конфеты и орехи. И, в общем, это было тоже такое забавное приключение. Вот. Я хочу сказать, что Алена прекрасно это все написала еще. К тому же, очень хорошо, прекрасным каким-то таким языком, каким обычно пишут художники. Почему я очень люблю, когда пишут художники? У них совершенно свой такой взгляд на вещи. Вот. И это получилось очень хорошее, просто получились рассказы. Значит, если хотите... Нет, вы уж сами, пожалуйста, почитайте. Сейчас здесь очень шумно, и вообще трудно что-то такое говорить. Я хочу сказать только, что практически мы не редактировали Алену. Она не хотела себя редактировать. Да. Это правда. Вот. Может быть, что-то можно было изменить, но это очень живая такая, живая речь, живое такое повествование. Может быть, там где-то есть какие-то... Но их нет, практически нет. То есть с рисунками это получился такой, в общем, очень целостный такой, какой-то проект, такая книга. Здесь разные техники использованы. Тут есть такая, какая-то акварель, есть карандашные рисунки. Вот. Но это всё так и должно быть, потому что, когда человек делает какие-то зарисовки с натуры, он, в общем, делает их всем, что попадается ему под руку. Вот. И есть тут совершенно какие-то драматические истории про то, как, например, люди пошли на вездеходе по берегу, а обратно они уже не смогли. Или, в общем, можно не вернуться обратно в этот день, потому что может начаться, например, прилив, или что-то случится с этим вездеходом. И вот эта вот жизнь, когда ты полностью зависишь от природы, то есть, в общем, ты какой-то такой маленький и не очень могущественный, на самом деле, со всеми своими вездеходами и кораблями. Потому что здесь стихия, конечно, полностью ты в лапах этой прекрасной, огромной, неуправляемой стихии. Вот. Ну и, конечно, тут очень есть красивые, просто удивительно, такие, такие, ты кажешь, что всё так спокойно, там, тихо, прекрасно на этом острове. Вот. А он всё время куда-то... Да, только после пурги, когда всех завалило, все сидят тихо, и уже никто не может выдвинуться. Вот. Ну и, конечно, всё это заканчивается тем, что в жизни автора тут всё как-то меняется к концу. И, в общем, ну, в общем... Кардинально поменялась. Да, жизнь на острове, она, в общем, чревата разными последствиями. То есть ты себя как-то открываешь, находишь в себе какие-то новые стороны, новые ресурсы. Ты перестаёшь вообще понимать, что происходит, кто с тобой рядом. Ну да, потому что... Ты чего-то стоишь от другого. Да, потому что такой заключительный рассказ называется «Как встретить любовь». Да. И вообще, почему я отчаялась, ну, то есть решилась сделать такое завершение, потому что в этой части есть много писем. и я решилась их опубликовать, потому что это пример вот новому поколению, молодым людям, как можно общаться, о чём можно говорить и каким языком, что интересно в этот период жизни, как это наполняет и в какой степени. и письма эти прекрасны, если бы была возможность... Ну, то есть, если бы я более серьёзно относилась, Маша, к этому проекту, если бы я понимала, что так здорово получится, потому что книжка действительно получила одобрение, нас заметили на нафикшене, а сегодня в 4 часа я буду получать аж 2 награды, буду диплом за эту книжку буду получать и буду лауреат получать за книжку Хармса, если бы я это знала, я бы как-то ответственнее отнеслась, я бы написала больше. И я тебе сейчас скажу, о ком бы я ещё написала, потому что я понимаю, потому что там люди, которые там меня окружали, это же просто каждый из них, это просто бриллиант. Ну, конечно. Например, есть вообще легендарный, абсолютно человек Володи Фомин, Царство его Небесное, но это человек, который всю жизнь отдал животным, природе, сохранению этого удивительного места, просто реально, просто отдал жизнь. Такой же ровно Володя Севастьянов, который туда нас привёз, позвал и организовал наблюдательный пункт за коланами и котиками. Его дело продолжает Саша Бурдин, который занимается сейчас китами и касатками, который каждый год организует туда экспедиции и ездит. Об этих людях можно написать о каждом из них отдельные книги. Там постоянно живёт такой Сергей Посинюк, который сам один прошёл на яхте, на яхте, от Петербайловска-Камчатского, через Берингово море, которое никогда не бывает спокойным, до Уналашки-1. Это было тысячи с лишним, тысячи триста, по-моему, миль. И он написал об этом книгу, от которой оторваться невозможно просто. И он совершал со своим сыном кругосветное путешествие на яхте, и он до сих пор пишет книгу, такую летопись этого острова. Там есть такая Наталья Маракова, которая биолог и заслуженный учитель, и она сейчас работает в Крывеческом музее, только что написала книжку вместе со своим мужем Володей Фоминым о всех обитателях, о всех животных и птицах. Она сама очень любит птиц. Её отец Сергей Владимирович заразил нас этими островами, когда мы ещё были в школе, он приезжал, нам и рассказывал об этих островах, показывал ещё черно-белые слайды, ещё не было цветных слайдов тогда. И мы ещё тогда в эти острова влюбились. И это абсолютно не просто самодостаточные люди, это личности так невероятной силы. И вообще местные, когда там начинаешь говорить, вот вы живёте там на краю земли, там вот особенный приезжий, говорят, вот куда вы забрались, это же край земли. Они разворачивают это, говорят, это рай земли. Это действительно так, потому что там нога человека не может просто ступить далеко дальше, чем посёлок. Очень сложно. и нет возможности так испортить. испортить. Пока нет. Пока нет. Хотя, конечно, всё равно там. Ну, я только ещё, опять-таки, как издатель, могу похвастаться тем, что вот у меня на нон-фикшн, вообще везде, где я эти книжки продаю, люди подходят, я им всё так рассказывала, они берут, и через там час, через полтора они возвращаются и говорят, вы знаете, я хочу ещё купить пару штучек, потому что это действительно, они приходят при этом какие-то заплаканные. Да, да, мне писали, я читаю, плачу. На самом деле, ничего тут, конечно, такого нет, но просто это так написано, это написано, это не литература, это, в общем, такое вот, понимаете, это как дневник, такой дневник полной эмоций, радости, каких-то вопросов, очень искренний и очень такой человеческий, без, так сказать, каких-то там рычагов таких специальных, а просто очень искренний рассказ о месте, которое вот, в общем, очень много значит для человека. Ну вот, да, извините, эта серия посвящена как раз вот таким местам, что, в принципе, у каждого есть такое какое-то место, не знаю, силы, или какого-то такого крутого поворота, где какой-то вот такой вот включился какой-то дополнительный мотор, что, или винт, или что-то, или стрелка как-то поменялась, вот такое что-то. Может быть, это какая-то маленькая деревня, не знаю, там под Москвой, может быть, это, не знаю, какой-то там, или вот островок в Тихом океане, такой, в общем, с богатой историей. Вот, собственно, смысл нашей книги, всё. Может, у кого-то есть вопросы? Ну вот, я ещё ничего не сказала про остров Медный, который рядом там, и в то время, когда мы там были, там была погранзастава. И интересно, что сейчас там просто, ну, оборудование другое, уже техника работает, и там никого, уже никто не живёт. Хотя раньше там, прямо вот в Бухте-Преображенской, там был даже маленький посёлок. Но когда мы там были, была ещё погранзастава, и мы приходили к погранцам, они приглашали нас на баню. И нас встречал такой Костя, я не помню его фамилию, но я запомнила, что его отец был пограничником, его дед был пограничником, и его прадед был пограничником при царской власти, и прапрадед тоже. И это вот такой вот человек с какой-то удивительно правильной русской речью, с какими-то удивительно возвышенными интонациями, не пафосными, а какими-то, ну, вот, старорежимными, раньше бы сказали, интонациями, которые прям приковывают к себе внимания. Человек честит такой, вот, в полном смысле этого слова. А вот про те рассказы, над которыми мне плакали, я вот вам могу рассказать такую маленькую историю о том, как мы ехали туда. И это был не самый первый раз, а это был третий раз возвращения, на третьем году жизни, когда родился мой Матвей. вот он родился, вот он только родился, месяц ему, и мне приходит телеграмма, телеграфируйте согласие открытия художественной школы на островах. Я, что вы думаете, конечно, я телеграфирую, согласно. Вот, согласно, буду в августе. И вот мы собрались, уже Матвей, три месяца, прилетели в Москву, чтобы, мы приехали в аэропорт Домодедово, чтобы отправиться. Нет солярки. И солярки не было четыре дня, и мы четыре дня уезжали из Домодедово, возвращались, целый день сидели в комнате мать и ребенка, потому что никто не знал, когда нас отправят, никто не знал вообще, когда эта солярка появится. И вот, проводя время в этой детской комнате ребенка, матери ребенка, дети у нас лежали в маленьких кроватках, а мы сидели рядом, и вдруг приходит и мы видим, что заходит женщина с маленьким вот таким голубеньким сверточком и кладет его на пустую кровать. И просит нас последить за этим сверточком, потому что она пошла покупать билет. Но мы все понимаем очень хорошо, что такое купить билет. Да, конечно, конечно. Она уходит. И вот ее нет час-два-три, ее нет четвертой часа, но мы все понимаем, что ребенок молчит, его надо кормить, три часа прошло, и вообще никакой реакции нет. Как бы все начали обсуждать, все пришли к мнению, что надо кормить. А кормить могла я только, потому что только у меня был новенький малыш, и поэтому надо было что-то предпринимать срочно. и я решила распеленать. Распеленали, оказалась крошечная вообще девочка, вот совершенно малышка. И у нее не было совершенно никаких сил, она просто открывала ротик и закрывала прям как рыбка маленькая. И я ее начала заливать, вот так вот закапывать в молочко, прям как птенчику. Мы ее перепеленали, она заснула, мамы нет. Это уже четвертый час, пятый час, шестой час, и где-то вот почти к седьмому часу я еще раз покормила, еще раз перепленала, переодела уже, а Матвей у меня был огромный, и все это ей было очень велико, но это уже было неважно, главное, что ребенок был сухом и спит, и сытый, и накормленный. И где-то к концу седьмого часа приходит мама, вся заплаканная, зареванная, ни слова не говоря, вот сгребает этот весь свой конвертик, и мы только успели ей вслед сказать, что вот она сухая, накормленная, и спит. И вот этот вот момент, это событие было для меня вообще, потому что вот сейчас у меня трое детей, трое внуков, и вот вся глубина горя, которое испытала эта женщина, и весь ужас того решения, которое она в результате, слава Богу, не смогла принять, это было так сильно, это было очень глубоко, мною пережито, потому что оно застряло во мне на многие годы. И вот эта личика, я помню до сих пор, вот этой маленькой девочке, вот крошечная головка, величиной вообще, вот я потом поняла, что она такая была маленькая, что у нее головка как чашечка была. И это было очень тяжело все это осознать. Я представляю, хорошо, что мама это передумала. Я думаю, что у нее сейчас все хорошо, надеюсь. И вот из таких маленьких рассказов там судьба выстраивает так, что не получается, просто не получается каких-то простых житейских таких условий. даже просто так в кино сходить невозможно. Что-нибудь там происходит. Идешь в кино и никогда не знаешь, к чему вернешься. Или там как я своего сынишку в 4 года отправила за молоком. И что в результате этого получилось. В общем, каждый шаг требовал от тебя принятия каких-то срочных и очень конкретных решений. если ты не принимал, то тебя могло унести просто сдуть с острова буквально. В общем, надо было становиться ветром. Ну, в общем, вот такая у нас книжка получилась. Вы получите удовольствие. Я вам обещаю. Седьмой шатер подходите издательство Август. У нас там можете купить эту книгу и подписать ее там сможете. Точно, это можно сделать. Точно, Может, у кого-то есть какие-то вопросы или что-то еще. Я сейчас туда подойду, буду подписывать. подходите, пожалуйста. Вот. Спасибо вам большое, что вы все-таки собрались. Спасибо вам за внимание. Ну, в общем, да, что вы пришли.